Заседание городского штаба по поводу распространения коронавируса в очередной раз прошло в администрации Хабаровска. Сколько человек на днях прибудет в наш город из-за границы и когда школьники сдадут ЕГЭ? Смотрим в следующем сюжете. В Хабаровске насчитывается более 1300 заболевших коронавирусом. Большинство из них жители краевого центра. Количество инфицированных растет, в том числе из-за того, что с наступлением теплой погоды жители города перестают соблюдать режим самоизоляции. Особое внимание мэр уделил работе сотрудников общественного транспорта, которые часто не надевают маски. Появились жалобы о том, что водители за рулем без масок. То есть строжайше. Вплоть до отстранения от маршрута. Переговорите сегодня же сразу с перевозчиками. В город продолжают прибывать хабаровчане из-за границы. Сейчас в обсерваторе в гостинице «Турист» на карантине находятся 39 человек. На днях туда прибудут очередные путешественники из Таиланда. Сегодня, завтра должен прибыть рейс в Владивосток. И порядка 30 предварительно жителей Хабаровского края будут доставлены автобусами из Владивостока в Хабаровск. И также будут направлены на двухнедельное проживание в обсерватор. На заседании штаба обсудили и ситуацию со сдачей ЕГЭ. Заместитель мэра сообщила, в первом чтении принят федеральный закон, который дает право правительству России устанавливать в этом году порядок окончания 9 и 11 классов. Планируется, что девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по обязательным предметам и получат аттестаты по итогам учебных четвертей. Учащиеся 11 классов будут аттестованы таким же образом. Сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются получить высшее образование. Это будут те предметы, которые необходимы им будут для поступления в ВУЗы. У нас есть статистика прошлых лет. Сегодня мы ее обновляем путем опроса. Порядка 80% ребят у нас поступают в высшие учебные заведения. Окончательно день сдачи ЕГЭ пока не определен. Предварительно Министерство просвещения указало 19 июня. Вопрос решится в ближайшие две недели. Анастасия Незнанова, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Также на штабе говорили о дошкольных учреждениях. Во всех детских садах города открываются дежурные группы. В каждую будут принимать не больше 12 ребят. Впрочем, группы откроют столько, сколько понадобится родителям. В приоритете те, кто сейчас уже вышел на работу. На данный момент организованы 44 группы в 16 учреждениях. Какой пакет документов необходимо собрать, рассказал начальник управления образования Татьяна Матвиенкова. Это справка из участковой поликлиники, от участкового педиатра, из муниципальной поликлиники. Потому что именно эти поликлиники имеют списки людей, которые находились или находятся в контакте с коронавирусными больными. Почему исключаются все-таки частные клиники в этой ситуации. И справка от работодателя о том, что родители продолжают работу. И обязательная строчка, что карантинные мероприятия в организации не проводятся. Само собой, в помещениях должны проводить регулярную дезинфекцию, смену белья и обрабатывать игрушки. Также утренний фильтр с осмотром состояния детей будет проводить не воспитатель, как было раньше, а медики.